Окружное заседание оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса посвятили в основном мерам поддержки. Зафиксировано более полутора тысяч заявок, которые касались просьб о помощи в части доставки продуктов питания, лекарств. Все они удовлетворены. Помощью в оплате жилищно-коммунальных услуг воспользовались пять с половиной тысяч югорчан. Содействие оказывают работники социальной службы, волонтеры. Говорили о поддержке предпринимателей и безработицам. Сейчас в регионе принят первый пакет мер, направленный на поддержку бизнеса. Например, для тех предпринимателей, которые оказались под наиболее серьезным влиянием негативных факторов, это турбизнес, общепит гостиницы и применяющий систему упрощенного налогообложения. Ставка по налогу снижена с 5% до 1%. Исчисление произойдет с 1 января. Сейчас на очереди еще один пакет мер поддержки. Какие разрабатываются для включения в следующий пакет мер, новое предложение. Специальная ситуация на рынке труда, отмечу следующее. Рост безработицы в уголовном опыте не регистрируется. А по сравнению с аналогичным периодом 2019-го отмечено даже снижение на 8,8%. Губернатор подчеркнула, что первый квартал стал нетипичным. Цифры по безработице носят условный характер. И этому есть подтверждение. Наталье Комаровой поступает много сообщений о попытках изменить условия труда для сотрудников. Она напомнила об указе президента, в котором четко прописано сохранение зарплаты в нерабочие дни. Заставить работника уйти в отпуск за свой счет нельзя. Это нарушение закона. Сигнализировать об этом необходимо в госинспекцию по труду или прокуратуру. Вместе с тем сейчас в округе создают реестр предпринимателей по категориям. Уложиться должны в неделю. Вероятно, после оформления такого списка получится более предметно расширить меры поддержки бизнеса. Насколько быстро муниципальное образование точечно по каждому предпринимателю, по каждому юридическому лицу дадут обратную связь. Чтобы нам могли отнести этот субъект МСП к той или иной категории, на сегодня возлагавшей в связи с введением режима повышенной новости. Много обращений в департамент социального развития Югры от самозанятых. Звонят они и уполномоченному по правам человека. Многие самозанятые с введением в регионе режима обязательной самоизоляции перестали оказывать услуги. А значит и зарабатывать себе на хлеб. Говорят о том, что им не просто за аренду нечем платить, а не на что покупать продукты питания. И хотелось бы вот здесь все-таки обсудить, чтобы был четкий механизм, если мы говорим о мерах поддержки через органы социальной защиты в рамках единовременной выплаты как гражданам, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, то надо ли подчеркивать, что это была поддержка предпринимателю, самозанятому предпринимателю, гражданину. Или достаточно будет только подавать заявление, человек обращается в соцзащиту в упрощенной форме. Тереза Пономарева, директор департамента социального развития Югры, заверила, что заявления от самозанятых будут рассмотрены. По ним примут решение об оказании единовременной социальной помощи как жителям округа, оказавшимся в экстремальной жизненной ситуации. Размер выплаты до 40 тысяч рублей. Было также отмечено, что в правительство Югры поступают предложения от негосударственных организаций и коммерческих компаний, которые готовы включиться в процесс оказания помощи, использовать для этого собственные средства и ресурсы. Необходимо это взаимодействие организовать, отметила губернатор. Между тем, в Югре создан оперативный штаб по вопросам развития экономики на период распространения COVID-19. Дарья Давыдова, Сергей Коликов, Сургут, Интерновости. Дарья Давыдова, Сергей Коликов, Сургут, Интерновости.